Сердце бьется с ускоренной частотой, а разум охватывает помутнение. Примерно так описывал свое состояние мой младший брат после того, как стрелил с учительского стола классный журнал. Но парни из сегодняшнего топа вообще не знают, что такое страх, потому что то, что они делают, требует стальных нервов и стальных яиц. Это пять самых крутых ограблений на Телблокнет, и такого вы еще точно не видели. Пятое место в лучших британских традициях. Открывает наш топ самых дерзких ограблений, классическое, если можно так выразиться, дело. В 2006 году в британском городе Тонбридж организованная группа подельников, переодевшись в полицейскую форму, взяла в заложники директора инкассаторской компании вместе с его семьей. Скорее всего, семейство даже не сопротивлялось, так как было шокировано внешним видом преступников. Дело в том, что у одного из грабителей форма носа на маске была изменена с помощью вставленных в ноздри детских сосок. Нет, это не шутка. Хотя, возможно, именно так и пошутил профессиональный гример, который работал над масками, обчистив хранилище на четверть. А это несчастных 92 миллиона долларов. Грабители благополучно смылись. Но британская полиция вовремя подсуетилась, и вскоре были задержаны все участники группировки. Однако были возвращены далеко не все украденные деньги. Около половины суммы переведено на считательни в их компании. Четвертое место. Бразильские кудесники. Бразиль. Бразильский кудесник. Кто бы мог подумать, что сюжет фильма «Законопослушный гражданин» станет реальностью. В 2005 году бразильские ограбители прорыли 80-метровый тоннель отнюдь не из благих намерений. Умельцы смастерили этакий путь в Эльдорадо, который протянулся через дорогу к ближайшему банку. Подземный ход был оборудован электричеством, системой вентиляции и даже обшит пластиком. Неудивительно, что на Дискавери сняли сюжет про это ограбление, хотя и сам тоннель мог стать главным героем передачи «Как это сделано». По пути к деньгам ребята столкнулись с двухметровыми железобетонными стенами, обшитыми металлическими листами. Думаете, это стало серьезным препятствием? Неа. Разбив их менее чем за час, кудесники вытащили 72 миллиона зелени. Кстати, до сегодняшних дней пойманы далеко не все участники этого дерзкого ограбления. Третье место. Швейцарские ценители искусства. Даже в благополучной Тихой Швейцарии происходят ограбления, причем чаще всего они отличаются огромными масштабами. Так и случилось в 2008 в Тюрихе, когда несколько самоуверенных мужчин решили в наглую грабануть частный музей Эмиля Бюрле. Свидетели заявляют, что на них были горнолыжные маски. Видимо, подельники не раз падали во время катания в Альпах и после одного из уходов в Кювет решили сразу же отправиться на дело. Нет, ну а как по-другому можно объяснить тот факт, что вынеся четыре шедевра эпохи импрессионизма, среди них ветви цветущего каштана Винсента Ван Гога и мальчик в красной жилетке Поля Сезана, грабители настолько небрежно к ним отнеслись, что картины при езде высовывались из машины. Возможно, они хотели похвастаться перед жителями Тюриха своим культурным, в прямом смысле этого слова, багажом. Но от такого хвастовства Ван Гог точно перевернулся в гробу. Ко всему прочему, похоже, эти ребята отвратительно разбираются в искусстве. Ведь самые дорогие полотна все-таки остались в музее. Тем не менее, им удалось обчистить владельца музея на ни много ни мало 163 миллиона долларов. Второе место. Французские маски-шоу. Следующие герои нашего топа уж точно отличаются потрясающим интеллектом. Четверо искателей богатства, двое из которых были одеты в женские платья. В декабре 2008-го ворвались в бутик одного известного ювелирного бренда в Париже. Размахивая пистолетами и гранатой, подельники набили драгоценностями чемодан и отправились своей дорогой. Но если честно, событиям из Франции в последнее время все меньше удивляешься. У многих вообще складывается впечатление, что стволы с лимонками там сейчас продаются на каждом углу, рядом с багетами и круассанами. По пути в суете перед грабителями стал вопрос, куда же скинуть брюлики на 30 миллионов долларов? Правильно, в сточную канаву. Куда же еще? Подумали ребята, да так и сделали. В конечном итоге их нычка была обнаружена, а их самих принарядили в полосатую одежду. Не так красиво, как женские платья, конечно, но что тут поделаешь. Первое место. Летающие шведы. И побеждает в нашем топе самое безбашенное ограбление последних нескольких лет. Оно доказывает, что летающими бывают не только голландцы, но и шведы. В сентябре 2009 года четыре сорвиголовы, вооружившись кувалдами, автоматами и угнанным вертолетом, через крышу пробрались в хранилище инкассаторской фирмы. События развивались настолько стремительно, что круче вы увидите только у Люка Бессона. Разбив окно и спустившись по трапу, грабители взорвали сейф и за несколько минут обчистили хранилище на 8 лимонов бакинских. На все про все им потребовалось менее получаться, и при этом даже никто не пострадал. Ребята тут же улетели с награбленным добром, а затем бросили свой вертолет. Вертолет, Карл! Это не тачки, которыми разбрасываются чуть ли не на каждом ограблении. Спустя несколько дней подельники были задержаны храброй полицией Стокгольма, а жители столицы вздохнули с облегчением. Нависшая беда с отсутствием налички в банкоматах, настолько много было украдено денег, обошла их стороной. Впрочем, это, как сказал бы Каневский, уже совсем другая история. Впрочем, это совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok